Кинотеатр под открытым небом в Губкинском не мечта, а реальность. Работы по установке самого большого экрана в городе близятся к завершению. Совсем скоро губкинцы смогут увидеть на нем все происходящее на сцене Дворца культуры, узнать о грядущих мероприятиях, посмотреть кино и мультфильмы, притом в любую погоду. Ну а зимой вот тоже неплохая идея. Ну в принципе это и летом возможно. Мы планировали, чтобы демонстрировать фильмы, когда люди смотрят это из своих автомобилей. Подъезжают, становятся на площадке, включают, настраивают волну, в своем автомобиле ловят звук. И комфортен, даже зимой, когда минус 40, можно смотреть фильм на этом экране. Ну это у нас в проекте такое. Будем стараться воплотить в жизнь. Работы по установке проводят московские подрядчики. Огромный экран сборных состоит из нескольких модулей, соединенных в общее полотно площадью в 45 метров. Весит такой телевизор 1200 килограммов. Видеосигнал поступает к нему от компьютера. С помощью дополнительного оборудования можно показывать презентации, видеоролики, онлайн-трансляции. Изображение обещает быть ярким и четким. На сегодняшний день смонтировано уже экранное полотно полностью. И в течение последующих 6-7 рабочих дней мы ожидаем, что будут проведены коммутационные и пусконаладочные работы. И наш экран засияет своими светодиодами. Еще с открытия самого нефтяника мы очень хотели, чтобы экран установили. И вот, наконец-то, это свершилось. Горожане не первый день следят за ходом работ у Дворца культуры. Многих интересует, когда экран включат и что на нем покажут впервые. Конечно, это интересно будет для детей, для людей, которые гуляют по городу. Я думаю, что очень интересно будет. Какие-то, может быть, фильмы интересные, исторические, может быть, какие-то. Интересно, хоть что-то новое появится в нашем городе. Значит, фильмов не знаю, водители не будут отвлекать от дороги. Я бы хотела смотреть фильмы. Я бы смотрела до конца на большом экране. А пробуют новинку после завершения всех работ. На это потребуется примерно неделя. Валерий Усманов, Олег Короткевич. Новости Губкинского.